Рабочая группа по оказанию помощи переселенцам с Украины обсудила сегодня первоочередные задачи. Все, кто прибывает на территории республики, получают кров, питание и медицинскую помощь. Кроме того, этих людей необходимо обеспечить документами. Массового наплыва беженцев в Чувашине наблюдается, но УФМС ежедневно регистрирует увеличение приехавших с Украины на 5-8 человек. Самая большая партия, 72 человека, приехали 14 июля. В заявлении подали 47 из них, остальные пока не определились со своим статусом и дальнейшими планами, останутся ли они в Чувашии или приедут в другие регионы, будут ли работать и где. Кроме того, есть и люди, которые имеют право гостить в республике в течение 180 дней, не оформляя специальных документов. Их более 200, и все они приехали к родственникам или друзьям. Что же касается прибывших 14 июля, о них готовы позаботиться сердобольные жители Чувашии. В понедельник заканчивается карантин по линии Роспотребнадзоры. И по большому счету мы можем уже в понедельник предложить этим лицам разъехаться по семьям. То есть семьи готовы взять на проживание уже в семье. То есть вот в понедельник какая-то часть из этого временного пункта разъедется. Решаются вопросы с местами в детских садах и школах, а также с работой. Возможности трудоустройства у переселенцев есть. В специально сформированном для них банке данных более полутора тысяч мест. Специалисты Республиканской службы занятости провели выездную ярмарку вакансий в Ростовской области. Посетили около 200 человек. Значит, ознакомились с условиями работы в Чувашии. У нас были три работодателя. Провели ярмарку вакансий. Конечно, здесь большая неопределенность. То люди хотят, то не хотят. В основном до последнего дня тянули. И в итоге у нас 20 человек получилось. 22 человека, которые приезжают и готовы работать в Республике. Руководитель службы занятости попросил также, чтобы в местах пребывания украинских граждан в Чувашии были компьютеры с выходом в интернет. Чтобы люди располагали самые свежие информации о вакансиях, могли задавать вопросы и получать консультации. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.